Всем привет, бродяги! С вами я, сталкер-баннерщик, и вот сталкер-скорпион из моей группировки. В общем, мы вдвоем продолжаем поход к ведунам. В общем, по квесту ведун в клетке. Так, ага. Да, идем мы в квадрат АА-3. Это очень далеко. К нему, к этому квадрату, конечно, лучше идти. Вот он. Где этот квадрат вообще, блин? АА-3. Вот он. С восточного. Респа, конечно. Так, ну что же, пойдем. Все, ладно, я тут немножко... Мне попить надо. Сейчас я... Пить. Так, попить, поесть. Еда у меня есть. Так, 6. Картина. О, картина. Так, ну что же, погнали. Вроде все нормально пока. Погода радует. Не то, что предыдущую ходку. Да, бежать далеко. Не знаю, получится, не получится у нас дойти. Я вот предложил поверху по самому идти. То есть прорваться прям на самый верх и уже прям по самой, по самой... Забываю все про отряд. По самой, по самой верхотуре прям пройтись. Мы же идем не за артефактами. Нам добежать по квесту надо. Посередине карты бежать тоже не вариант. Можно много кого встретить. Время сейчас вечернее. Много сталкеров в зоне бегает, поэтому лишний раз возвращаться. Конечно, если бы были деньги, можно было вернуться. Ха, ну и ходочка выйдет. Может было вернуться вообще на Тунгу и перейти из другого Респа, но потом возвращаться сюда. Ну, в общем, не знаю. Попробуем так. А там посмотрим. Патронов мало у нас все-таки. Обратно, я думаю, нужно будет путем убийства возвращаться. То есть умрем и вернемся на Респ. Так, я думаю, будет проще. Так, ну что, сейчас пробежим вот эту местность. Ой-ё, я не могу мимо корней Аэра пройти. Конечно, не факт, что я его донесу потом, может быть, потеряю. Но корней Аэра... Вот тут вообще корней, кстати, дофига. А, ты там взял? Бери. Вообще, на всей локации караван тут, где вот вода, везде корни. То есть корни, ну, в основном, конечно, сама Аэра. Корни-то редко бывают, но нормально можно тут подфармиться. Так, детектор включим. В общем, до самого верха дойти бы. Там все-таки безопаснее, я думаю. Я в первое время, когда караван изучал, давно-давно еще, правда. Ну, артефакт, кстати. Я и не заметил, да? Ну, вот, я старался бегать или прям по самому низу карты, или по самому верху. То есть там, в принципе, конец локации, там ничего нету. Ну, иногда мутанты встречались, но это редко. Вот. И вот так пробегал. Потом, когда более-менее освоился, уже начал бегать на середине. Впереди сталкер. А, вроде нормальная группировка. Ну, по крайней мере, не красная. Глаз на все не хватает. Смотришь и туда, и сюда. И хочешь посмотреть и на карту, и вокруг, и на детектор, чтобы не пропустить, и мало ли что какой-нибудь артефакт интересный. Да, крыски, к сожалению, кончились. Сейчас надо зайти в безопасное место. Все-таки мы у Диогена стояли. Первую ходочку мы делали с утра. Можно сказать, в начале рабочего дня. То есть, ну, перейдем на реал на 5 секунд. Вот. А вторую ходочку вот сейчас мы делаем. Это уже вечером, после рабочего дня. Все же понимают, всем нужно работать. ТТ и ТП. Хоть и лето сейчас. Это вот школьникам хорошо. И детям, которые... Летом не ходят в детский сад. Ну, первый месяц они еще ходят, а вот второй уже и третий нет. Так. Ну, что тут у нас? Впереди аномалии. Как бы тут проскальзывать? Вроде, вроде, вроде спокойно. Пауки? Ну, пауки особо-то не страшны. Да, вот так пробегаем. По краешку вроде никто не сагрился. Так, ну что, впереди кабаны. Может быть и боровы. Блин, не поймешь этих мутантов. Здоровые-здоровые. А кто там кабан, блин? Или боров? Узнаешь только, когда выстрелишь в него. Ну, ладно, пробегаем их. Вот мы почти уже до конца карты добежали. Вот, ну, до конца. Я имею в виду до верха. И поверху уже можно будет бежать. Печально, конечно, что нету. Крыски? А, нет, вот у меня одна есть. Возле непробиваемого. Могут быть ПК. Да, ПК тут могут быть везде. У меня, кстати, одна крыска есть, но... Колоть ее. Вернее, есть. Так, а я не знаю, где непробиваемый. Сейчас, давайте. Да, надо небольшой привал сделать. Можно даже костерок разжечь. Ну, только надо привал устраивать там, где нас не видно. В деревьях, к примеру. Непробиваемый. Я даже не знаю, где непробиваемый есть. Я этот квест проходил, но я покупал чип непробиваемого. Примерно знаю, где должна быть его пещера, но, если честно, не знаю точно. Ну, я вообще нуб на этом караване, так редко бываю здесь, поэтому не особо знаю. Блин, где бы тут спрятаться? Ну, давайте вот здесь, что ли, встанем. Во. Так, ну что же. В общем, мы немножко с ним договорились. Он мне сказал, где квадраты, где непробиваемого пещера. Я ее видел издалека так. Рядом-то с ней не был. Да, там могут быть быка, но мы свернем к Лешичу. Там как раз рядом. Мне как раз квест нужно выполнить. Бальзам занести ему. У меня как раз два бальзама. Я вот так подумал. Бальзам я занесу. Он мне даст перчатки. То есть, квест как бы выполнил. Потом можно будет еще с ним поговорить. Он, скорее всего, даст еще какое-нибудь задание. И опять скажет, бальзам нести нужно. Я так думаю. Что-то краем уха слышал. А у меня, бац, тут уже бальзам есть. Как бы я попробую пройти сразу два квеста за раз. Ну, если получится. В любом случае, бальзам пригодится. Если что, я его продам. Это не проблема. Но думаю, мне пригодится еще в дальнейшем. Так, ну я хочу вообще прям на самый верх залезть. Чтобы на самом, на самом верху быть. Так, что у меня артефакты тут? Не стухли еще? 11 часов. Нормально. Блин, хотел грибы подобрать. Ну, тут эти электры... О, Боров. Ну, Борову сам... Черный сталкер велел разделывать. Давай, разделывай его. Да, пойдем. О, еще лисички. Ага. Опа. Блин, да что такое? Опять лисички, опять в электре. Что же они прям любят так электричество? Ладно, погнали. Дальше. Вроде спокойно тут. Более-менее. Стою, стою, стою. Артефакт. Ну, я-то за артами обычно не смотрю. О, подушка бета, нормально, бери. У меня-то лежит три артефакта с предыдущей ходки. Подушка, резина, экраны, все бета прям удачно. Нормально, погнали дальше. О, если есть одна подушка, надо посмотреть где-нибудь еще рядом. Квест-квестами, ну, раз нашелся артефакт, надо глянуть. Может быть, рядом еще будет артефакт. Имеет такую тенденцию парно появляться. Не всегда, но в большинстве случаев. Сколько раз замечал. Во, наконец, до верха добрались. Я вот решил вот так вот, поверху будет безопаснее все-таки. Не так прибыльно, конечно, в плане артефактов. Но зато безопаснее. Так что, психомоторки у нас нету. Последнюю истратили. Давайте лапки съедим. Ой, ё. На визу еще нужно будет идти. Вот это да. Квест, я так понимаю, долгий. Интересно, что за награда. Я вот, если честно, про этот квест вообще не знал. Если бы мне вот Скорпион не сказал бы, я как-то вообще без понятия был. Ну вот, интересно. Я, в принципе, люблю такие вот большие квесты, которые долго-долго выполнять надо. Главное, чтобы награда в итоге была, в принципе, неплохая бы. Тогда вообще будет все в шоколаде. И кайф от выполнения квеста получишь, и по разным локациям побродишь. Ну и, соответственно, награду получишь. Это круто. Кто бы спорил. Это кто? Ага. Отдохнем, типа того. Кстати, вот можно отдохнуть, отсюда-то и не видно. Но тут впереди у нас аномалии. Давайте еще по аномалиям пробежимся. Электрик. Ладно, бежим понемножку. Так, вот мы где. Так, так, теперь нужно вниз. Давайте еще немножко пробежим, наверное. Еще чуть-чуть. И надо вниз. Блин, опять туман. Да, надо вниз к Лешичу. У меня как раз по квесту, ну и обогнуть пещеру непробиваемого. Мало ли там кого встретим. Погода испортилась. Ну, с одной стороны, это хорошо. Плохо будет видно. Ну и мы, конечно, плохо сталкеров будем видеть. Ну и нас тоже не особо. Так, ну вот здесь, я думаю, вниз. Да, нужно сворачивать. Все-таки поверху, конечно, хорошо бегать. Тут почти никто не ходит, хоть и тут и есть немножко аномалии, но... Нам надо спускаться. Так, что у нас тут? Давайте детектор я выключу на всякий случай. Блин, только выключил, а тут аномалии. Да, да. Как же так? Мимо аномалии с выключенным детектором я не смогу пройти. Это выше моих сил. Поэтому... Поэтому вот так вот пробежимся. Да, на подходе к Лешичу же тут куча же аномалий всяких разных. Так, что у нас тут? А, ну все, правильно мы идем. Нормалев пока все. Перейдя на аномалии. Опа, сталкер. Умирать нельзя. Психомоторки-то нету, умрешь и все. Ну, конечно, напарникам проще, если что, он тебя вытащит, но все же лишний раз тоже умирать не стоит. Так, ну все, вроде правильно идем. Давайте аптеку еще одну. Что ты не нажимаешься? Так, ну что же, понемножку продвигаемся. Вроде пока все тихо, спокойно. Но если кто и встретится по дороге, захотят убить, убьют, как нифиг делать, потому что в такую погоду не увидишь. Да и... Я особо по сторонам-то не смотрю. Бегу и бегу. Стараюсь, конечно, посматривать, но... не заметить тут человека очень легко. Так, с какой стороны бы нам обойти? С этой или с этой? Я вот не помню. С какой лучше? Да потому что я с этой стороны-то и не заходил в основном. А ладно, давайте как-нибудь вот так вот обижим. Так, я сейчас тут на аномальном поле работаю отмычкой. Скорпион бежит за мной. Ну нормально, он-то не знает дорогу. Я вот, допустим, про ведуна не знал, а он не знает, где Лешич сидит. Вот теперь я знаю, где ведуна, а он скоро узнает, где Лешич. Может, тоже будет со временем квеста его выполнять. Так, ладно, бежим понемножку. Вроде пока спокойно все. Это камень. Да, куча аномалий, конечно, мы пробежали, но мы пришли сюда не фармить. Нам нужно дойти до точки А3, это, в принципе, далеко. Можно сказать, через весь караван. А если мы тут еще и фармить будем, мы тут зависнем на полдня, это точно. Квест еще проходить и проходить. Поэтому просто бежим. Не до аномалий сейчас. Ну вот, видите, подушку нашли. Я в предыдущей ходке тоже три арта подобрал, и он один, кажется, подобрал. Если мне не изменяет память. Стой, стою. Прикрою. А что хотел-то? Просто, наверное, отходил. Так, здесь надо обойти. Тут же эти кабаны, йокарный бабай. Вот, мы уже дошли до Лешечи, да. А тут, конечно, нужно быть повнимательнее. Но зато, если мы добежим, у Лешечи можно будет немножко отдохнуть. Попробую пройти квест. Посмотрим, на что будет в итоге. Ну, вроде перчатки он обещал. Что-то я промахнулся. Так, ладно. А вот он, Лешеч. Привет, чувак. Мы с тобой в последнее время часто видимся. Я принес бальзам. Держи. Итак, я выполнил задание охотничьей перчатки за бальзам. И он мне дал перчатки охотника. Закончить диалог. Отлично. Перчатки охотника. Нормально. Бальзам еще нужен? О, я за него тебе штаны с болотниками отдам. Знатная вещь получилась. Хорошо, принесу бальзам. Взял охотничьи штаны за бальзам. А я принес бальзам. Как знал, что второй купил. Держи. Закончить. Еще бальзам нужен? Блин, шапку отдаст. Хорошо, принесу бальзам. Ну все, буду знать. Штаны охотника у меня есть. Новые. И перчатки. Сейчас 5 сек и пойдем. Так, у меня перегруз. Да, у меня перегруз, перегруз. Сейчас минутку мы скинем. Консервы. Бери консервы. Это полезная штука. А, 95. Ну что бы еще скинуть? Вот так вот. И еще что скинуть. И вот так вот. Да, все-таки вещи-то весят. Вес какой-то имеют, поэтому... Да не надо. Гоу. Так, ну что же. Кто же знал, что надо было побольше прикупить? Я думал, не сразу даст. Надо будет еще что-то повыполнять. Оказывается, тут можно было кучу бальзама принести. И он бы, скорее всего, еще жилет дал. Еще куртку дал бы охотника. Блин. Ладно, в следующий раз. Ну что же, гоу. Погнали. Да, мы идем дальше. Так, ну... Это где у нас квадрат? Поверху? Блин, а как вот тут идти? Ну, как-то так. Будем надеяться, нам... Нас там не убьют. В-4 дальше. Ну да, погнали. Так, в принципе, я думаю, нормально. По берегу там пробежимся. Там ведуны, там опасно. Там можно ПК встретить. И я как-то помню. Вот в предыдущую ходку. Вроде ничего так. Бандосы меня убили там. Ну, там их полно было. Одного-двух я видел. Там, может быть, еще кто-то прятался. В общем, завалить тут могут как нифиг делать. Но идти надо. Как тут проходить? Можно, конечно, по низу. Ну, в общем, кто не рискует, Тот не бегает по аномальной зоне. Мы погнали вот по самому берегу. Все-таки, может быть, тут более-менее безопасно. Посмотрим. Тут уже как повезет. Давайте сразу сагрим издалека этих мутантов. И надо уже прокачивать привычку. А, ладно. Беги. Нам не обязательно тебя убивать. Я просто тебя хотел согнать, чтобы ты на дороге у нас не тусовал. Все, теперь можно бежать вперед. Да, привычки еще нет. Я привык, что у меня привычка набита нефиговая. Ну, почти 100% всегда на БНЛе, потому что я часто пользуюсь этим дробовиком. Но вот сейчас не получается вот издалека стрелять. О, кстати, артефакт. Грелка. Отдача, конечно, жуткая в БНЛе без привычки. Сначала надо прокачивать, а потом можно будет издалека уже стрелять. А пока на ближнем бою только. Так, ну что же. Нагрелку подобрал он. Погнали дальше. А древесину нельзя пока брать. У меня перегруз будет. Вот, все равно отдача. Половина пуль мимо. О, артефакт. А вот это мой. Ага. Как я удачно в него влетел. Стабилизатор бета. Ну что же, неплохо. Так, стабилизатор бета в контейнер. Блин, у меня перегруз. Опять перегруз. У меня под завязку прям. Под завязку забито все. Так как знал, что будем ходить долго. Поэтому взял побольше. Прямо впритык. Так, а сколько у меня там? 93.50. Ну ладно, сейчас пару раз я пулей выстрелю, наверное. И будет уже более-менее. Надо будет заменить. Заменим. Не вопрос. Блин, артефакты здесь. Так неохота убегать от этих аномальных полей. Но надо, надо. Бежать по квесту. Не до аномалий сейчас. Осталось, в принципе, немножко нам. Посмотрим. Дойдем, не дойдем. Так, ну вот здесь уже опасно. Здесь могут и завалить на раз-два. Это место надо побыстрее пробежать. Блин, тут столько аномалий. Такой соблазн, но надо валить отсюда. Чем быстрее, тем лучше. Скорпион там пытается что-то кидать. Ну, я привык аномалии определять по внешним признакам. Ну, по крайней мере, стараюсь. Не всегда это, конечно, получается. С электрами это не срабатывает. Ну, вот, жарки, всякие карусели, воронки. Их, в принципе, видно. Не обязательно кидать камень. Детектор включил и побежал. Так, где у нас квадрат? Куда нам надо? Ох, далековато еще все-таки бежать. Далековато. Вроде, кажется, близко. В то же время, пока дойдешь. Ладно, бежим по краюшку. Давай-ка я собачьи головы съем. Последние. Делиться не буду, потому что одна. Так бы можно было, конечно, поделиться. Так, ладно. Вроде все, пока спокойно. Так, это все действует, все действует. Вода у меня кончилась. Надо воды набрать. Все, воду я набрал. Если что, можно будет и такую выпить. Да я тоже с собой взял, но вот что-то как-то выпил все. В горле аж пересохло. Не знаю. В общем, кончилось у меня все. Так, ладно, бежим дальше. Блин, пока спокойно по дороге никого не встретили. Будем надеяться, я не сглажу. А то сейчас как куча ПКшников. Не знаю, я вот сколько бегал, мне очень редко встречались. На ПК, ну, редко, редко. Кто-то говорит, что часто встречаются постоянно. Валят, валят. Ну, я, может быть, не так часто бегаю здесь. Поэтому. Какая красивая местность. Давайте сделаем фоточку. Вот так вот, на память. Так. Хм, у меня нет психи. Все кончилось. В предыдущей ходке все потратилось. А я никуда не отлучался. У меня две штуки. О. Да. Так, ну что же. Все, мы почти добрались до верха карты. Можно теперь вот поверх уйти. Конечно, небольшой круг, но ничего страшного. Зато. А, этого убили. Так, ладно, не будем никаких ягод собирать. Не до них сейчас. Призраки ЧАЭС. Ой-ёй-ёй-ёй. Эй-яй-яй-яй-яй-яй. Сталкер тебе помочь? Нет. Нормально. Так, ладно, бежим дальше. Вот, я говорил, никого из сталкеров нету. Вот, пожалуйста. Ходят. Так, ладно, бежим дальше. Вот, тут кто-то умер. Аномалия, значит. О, там боров. Так, а что тут потеряли? Фигня, короче, какая-то. Так, так, так. Ладно, погнали. Ух ты, еще один. Так, я их не разделываю, мне некуда класть. У меня же... Забито все. Перегруз будет. Хотя, одного уже можно разделать. Немножко патронов потратил. Я лучше дождевик подберу. Для меня это нормальный грибок. Для крафта пригодится. Ладно, бежим дальше. Вроде никого нет. Вроде никого. Вот так, впереди аномальные поля. Пробегаем их. Древесина нет. Не нужна мне древесина. Хотя, костер развести-то надо. А воды попить. Ладно. Одну возьму. Кабанчики. Так, кабанчики надо поставить на дробовичок. Чтобы патроны зря тратить. Так, давай-ка разделаем его. Так, ну что. Осталось, в принципе, не так уж и много. Пойдем дальше. Одиночный. Автоматический. Так, зарядить батарейками. Заряжено. Ну что, бежим дальше. Где бы пробежать нам. Да вот здесь, я думаю, оптимальный вариант будет. А вдвоем-то от кабанов отстреляться не проблема. Даже отборов. Так, ну я больше разделать не буду, потому что будет перегруз. Так, нам где-то вот здесь надо пройти. Сагрится, зараза, да? Нормально. В два ствола. Отлично мутантов калашматить. Так, ну что там у нас дальше? Еще один. Аномальные поля. Так, как бы нам обойти, чтобы и на мутантов... Блин, сагрится слишком близко. Сталкер какой-то стоит. Так, на всякий случай поставим. Стою. А, ты разделываешь? Ну давай. А, идем. Все, ну погнали. Так, ну сталкер тут фармит. Боровов. Пусть продолжает. Так, где мы идем? Нам в квадрат. Ага, три. Блин, тут уже надо вниз спускаться, я так думаю, да? О, схрон нашел. Интересно, что там. Да, уже скоро нужно будет спускаться. Да, можно даже уже сейчас начинать, наверное. Погода, смотрите какая. Смотрите, какая местность тут красивая. Давайте. Пару фоточек на память сделаем. Да, супер. Рассвет такой, эпичный. Так, здесь у нас аномалии, давайте детектор включим. Хотя, вроде нет аномалии здесь. А, нет, есть, вижу. А, вот, есть. Аномалия, ну, пустая. Ладно, бежим дальше. О, попал в аномалию. Не заметил. Засмотрелся на рассвет. Бывает. На зоне нужно быть внимательным. Ладно, погнали дальше. Что-то тут увидел. А, психомоторку мне колит. А я думаю, что он там ищет. Все, отлично. Ну что же, погнали. Да, вот нам примерно сюда. Если я не ошибаюсь, вот куда-то сюда. Уже рядом. Да, я знаю, я на карте отметил. Будем надеяться, у нас все получится. Нас никто там на финальном этапе не завалит. То было бы как плохо бы, если бы мы туда пришли бы. Она бац-бац и все. Но зато я буду знать, куда идти. Я-то первый раз это выполняю. Ну, он, наверное, один раз и выполняется. По крайней мере, я здесь точно первый раз. Сюда я вот даже и не ходил. Никогда. Как-то вот. Обходился всегда это место. Особо и тут не был. То есть, можно сказать, я тут первый раз. По низу ходил. Вот поверху вот тут ходил. А вот именно сюда не заходил ни разу. Так, паучишка. Так, ладно. Бежим вперед. Че у нас тут? К бакам пауков нету. Тут рюкзак найти надо. Рюкзак. Ну, будем искать. Так, кабан вроде не должен сагриться. А где именно найти? За мной. Иду, иду. Рюкзак. Где-то должен быть здесь, да? Ладно, бежим и ищем. Так, ну что? Мы уже почти круг сделали. Ну и че? Мы круг пробежали. Где рюкзак? Может быть, он вообще не здесь? А, вот он. Есть. Все в крови. Человек, потерявший столько крови, не мог уйти далеко. Наверное, он прячется рядом с деревьями. Так. Рядом с деревьями. Ну что же, деревья тут... Блин, да тут деревьев-то полно. Наверное, Скорпион знает, куда бежать. Поэтому бежим за ним. А может быть, тоже ищет. Рядом с деревьями. Ладно, будем бегать за ним. Может быть, он действительно знает. А может быть, просто ищет. Но лучше... Держаться вместе. Рядом с деревьями. В общем, нужно, я так понимаю, скелет найти. Или... Или труп. А может быть, не эти деревья. Там же другие деревья еще были. А все может быть. Опа, на мале. Сталкер, аккуратнее. Так, и умереть недолго. Стою. Прикрой. Сейчас я посмотрю, сверху все ли чисто. И прикрою. А, значит, у него где-то что-то записано. Ну ладно, сейчас он глянет. А мне кажется, вот... Вот в этих деревьях, смотрите. Вот тут деревья есть. Потом вот здесь деревья есть. Потом вот тут рядом. Мне кажется, мы не в те деревья побежали. Нам было вот в эти бежать. К квадрате Я-3. Два и четыре. Вот туда. Ну сейчас он глянет и посмотрим. Я бы сейчас туда побежал. Потому что там ближе они, деревья были. Чем вот эти. Куда мы побежали. Ну ладно, глянем сейчас. Ага. Посмотрел. Ну что же. Я прав, наверное, оказался. Да, скорее всего, нужно было в другие деревья бежать. Ну ничего страшного. Тут вроде никого нету. Вроде. О, чувак, ты что тут делаешь? Ха-ха. Да, я был неправ. Тавр. Тебя-то я и искал. Так. Проклятые кабаны, что с тобой? Я тебе помогу. Так, ну что же. Аптечка фельдшера, пачка медицинских бинтов и наружное средство левомицетин. Как раз это и нужно было. Пока ничего. Так. Чего-то не хватает. Много раз. Пижма нужна. Мох. Корень. Мухомор. Противоядие. Противоядие. Не. Противоядия не хватает. Этого добра полно у меня. Вот. Противоядия не хватает. Вот твои лекарства. Вот готовые лекарства. Закончить диалог. Ну что же. Отлично. Да. Противоядия не хватало. Так. 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 Да. Все готово. Квест. Обновился. Пропал. Еще раз поговорить. Так. Мне нужен ключ от клетки с ведуном. Вообще-то меня прислал ведун. Васи там не было. Только труп. Как теперь быть. Так. 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 Хорошо. А закончить диалог. Да. Обновилось несколько раз задание. Помочь тавру или ведуну в клетку. Им нужно либо забрать уже водерова на Везувии. Средство для подавления способностей ведунов. Либо попросить уже водерова ключ от клетки. Да. Теперь можем слиться. Ага. В общем квест мы прошли. А давайте скриншотик с этим тавром сделаем. Я хотел вот там наверху побегать. Посмотреть. Ну что же. Теперь да. Можно умирать. Нам теперь на Везувии аж нужно. Так что это вообще не проблема. Умирать так с музыкой. Я вот тут хотел побегать. Посмотреть. Я тут и не был толком-то. Вот у этой такой каменной штуки. Потом пойдем через дешевый РЭСП. Ну да. А потом конечно через дешевый. Поэтому тут ближе во-первых. Ну и дешевле конечно. Кто же спорит. Так. А что тут аномалий нет? Ладно. Давайте по крайней мере залезем. Посмотрим. Ну красивый здесь конечно. Кто бы спорил. Так. Ладно. В общем я умираюсь. В общем нас сейчас кабан заколбасит. Есть. Теперь меня убивай давай чувак. И мы переходим на точку РЭСПа. Ну давай. Ну какой. А меня никак не убьет кабан. Ну что же. Наконец-то меня убил кабан. И мы переходим на РЭСП. В безопасную зону. Что я потерял? Наружное средство левомицетин и аир болотное. Немножко потерял. Но это не проблема. Так. Давайте немного отдохнем. И посмотрим куда нам идти дальше. Ну вернее решим. Так. Ну что же. Мы переходим на Тунгуску. А тут больше ловить нечего. Веди. Ну вот. Мы в поселке Радиус. Сейчас немножко отдохнем. Я скину артефакты. Там может быть еще что-то. И пойдем на Везувий. Да. Будем продолжать прохождение этого квеста. Посмотрим чем все это дело завершится. Итак. Мы отдохнули немножко. Я скопятил себе воду. Пожарил немножко мяса. И сейчас пойдем на Везу. Встретил сталкера. Да. Я тоже не стал патроны покупать. И у меня в принципе есть. Тут добежать-то нет ничего. Там штармы. Да. Я знаю. Я так и бегаю слева. Самый оптимальный путь. И по дороге можно еще артефакты найти. По сравнению с караваном здесь я просто рай. Два шага прошел. Бац. Безопаска. Два шага прошел. Бац. Безопаска. На самолете полетал. На другой локации. Ну в общем конечно. С караваном не сравнится. Мы почти весь караван пробежали. Удачно так никого не встретили. Немножко картов нашли. Нормально так. Удачно ходочка сложилась. Ну по крайней мере первая ее часть. Ладно. Бежим. Дальше. На Везуви. В общем квест можно проходить за людей. Можно за ведуна. Скорпион говорит, что за людей награда больше. У меня только остался стимулятор. Маленький антитоксин. У меня тоже кстати стимулятор маленький я не использовал. Да если честно и аптек мало использовали. По аномалиям то не бегали. В основном в обход шли. Раз, раз, раз. И нормально так. Поэтому у нас все в принципе осталось. И патроны. Половин только потратил. Почти ни в кого не стреляли. Так чисто пробежались. Отмороженные тут бегают. Так, ну что же. Здесь надо включить детектор. Потому что артефакты. Артефакты никто не отменял. Можно по дороге что-нибудь и найти. Если конечно повезет. Так, пойти конечно лучше вот здесь. Ну я люблю по аномалиям бегать прям. То есть не искать прохода. Я лучше лишний раз аптеку вколю. Но пробегу. В принципе костюм позволяет бегать по жаркам. Очень даже нормально так. Тем более в колод антирад вов. Который уменьшает на 30% радиацию. Поэтому я особо не парюсь так. Бегаю прям по самим жаркам. Так, ну что же. Погнали. Тут нас уже стармы не достанут. Да вот приходится так бегать. Ну а с другой стороны бегаешь по аномальным полям. Раз там артефакт нашел. Там артефакт нашел. А если бы не было стармов. Бежали бы по дороге. И ничего бы и не находили бы. Так что можно даже им сказать немного спасибо. За то что они тут держат крепку. Так, ну что же. Ничего на детекторе нету. Ну, не повезло. Повезет в следующий раз. У меня до сих пор в контейнере бета артефакты лежат. Ни одного альфа нету. Все бета. Вот прям. Когда как. Да, бывает везет. А бывает вот не везет. Так, ну что же. Вот мы около самолета уже. Сейчас на новую землю. Да, на новую, наверное. А потом на Везуви. Там-то два шага сделать. Так, ну что же. Мы на новой земле. Прыгнули на аэропорт. Потом на новую землю. Блин, тут захват через три минуты. Надо валить отсюда. Пошустрее. А то неизвестно, кто на захват придет. И мы тут застрянем надолго. Да, валить тут надо отсюда. Чем быстрее, тем лучше. Так, ну вроде, кто там впереди? Сталкер. Фармится здесь. Да, скорее всего. Вот тут, кстати, аномалия. Частенько артефакт бывает вот именно в этой аномалии. Так, тут у нас кто? Новый мир. Ну что же. Мы бежим к проводнику. И переходим, конечно, в Везуви. Идем уже к ученым. Поплыли. Так, ну что. Мы на новой земле. Недавно были. И сейчас, как вы видите, на Везуви уже. Есть патрой НАТО. 220. 200 штук всего у меня. Ну тут-то можно и без патров НАТО бегать. Все-таки это Веза. Тут вообще дробовик надо ставить, дробовиком бегать. Какие патроны НАТО? Тут вообще можно с пистолетом-пулеметом ходить. Это мой родной Везуви, моя любимая локация. Всегда любил почему-то именно ее. Да, надо обморожение снять. Ну ничего, пойдем к костру. О. Да, действительно. Надо к костру сходить. Взять точку сохранения. А потом наискосок, как я люблю, по артефакты. И как раз пойдем к ученым. Ну да, вроде на новой земле были. Нет, нифига. Обморожение нахватались. Я привык всегда вот здесь брать. Вроде пробежаться недолго, да, назад. Пару шагов. А база? До базы пока добежишь. Все-таки немножко подальше. А умереть здесь можно на каждом шагу. Тем более мы пойдем через аномальные поля. Опа. А меня не завалили. Так. Кто же там? Смертник Аргун. Ну я его, если честно, не вижу. Да тут вообще, если честно, нифига не видно. Ну вот. А так бы побежали дальше. Сейчас бы убили бы. Опять бы оказались около РЭСПа, около самолета. Ну не около самолета, около лодки вернее. А тут взяли РЭСП, отдохнули, погрелись. Сняли каплю и уже пошли дальше. Я всегда люблю здесь брать точку РЭСПа. Нормально тут. Да, давай, пока я тоже немного отдохну, погреюсь. И продолжим уже. Ну что же, отдохнули, можно отправляться. Сталкеров что-то тут много. Но я особо не парюсь. Терять нам нечего. Все, что мы могли, мы уже, может сказать, потеряли. Ну нет, не потеряли, конечно. Все, что можно было потерять, мы не потеряли. И успешно донесли до каравана. А теперь просто обратно возвращаемся. Если и умрем, ничего страшного нету. Около костра опять возродимся. Так, я хочу через аномалии. Я вот люблю всегда здесь бегать. Через аномальные поля. Может быть пару артов найдем. А может быть и ничего не найдем. Ну и тут, мне кажется, ближе, чем бежать по железке именно там. То кабаны, то ПК можно встретить. То всяких медведей там можно встретить, да. А тут вроде как бы по краюшку пробежался по аномальным паэлям. Прошелся так не спеша. Потом бац, там костер взял в безопаску. Потом бац, и уже на базе. В общем, люблю именно вот здесь ходить. Не всегда прямая дорога быстрее. Это закон зоны. Всегда так было, всегда так будет. Иногда лучше уж пойти в обход. Ну что же, сталкер, ну давай вылази уже. Да, иногда лучше пойти в обход. Поэтому мы идем. Как говорится в поговорке, умный в гору не пойдет. Умный в гору обойдет. Не просто же так ее придумали. Значит, на чем-то она основана. Вот примерно так и здесь. О, земляника. Всегда ее собирал и продолжаю. Хотя вроде бы не нужна уже. Квест загадки я прошел. Может быть, она где-то будет еще нужна в каких-то других квестах. Я не знаю. Пока собираем понемножку. Так, ну что, нету ничего. О, пенек. Там шишки. Шишки. Вот для чего шишки нужны, я не знаю. По крайней мере, не встречал. О. Бери. У меня достаточно. Ну вот, смотрите. Так, это мои вот в одинарных контейнерах. Это щит бета и подушка бета. Это я на пояс вешаю, потом обратно кладу. В общем, у меня вот, смотрите. Подушка бета, резина бета, экран бета и стабилизатор бета. В общем, у меня, можно сказать, полный фарш. Действительно, прям повезло. Ну, да, сталкер, что ты застрял? Ни одного альфа-артефакта нету в контейнерах. Редко такое у меня бывает. А частенько альфы встречаются. А вот сегодня, как видите... Нормалек. Так, ну что, пробежимся здесь. Краем детектора посмотрим. Здесь тоже бывают артефакты. Поэтому это место нужно пробегать. Ну, вроде ничего. Ну что же, бежим дальше. Сейчас возьму точку сохранения около костра здесь. И уже не спеша можно будет... Впереди же еще жарки будут. Впереди еще химические аномалии. Можно еще там пробежаться. А потом уже к ученым. Это да. Блин, деревня Хворостовка, стар мы. Они и тут и засели. Блин. Вот сидели на новой земле, но что им там, замерзли что ли, я не пойму. Идем, обморожение в другом месте можно снять. Тот же костер есть с точкой сохранения. Отдыхай, не хочу. Вот тебе обморожение. Только надо вот сюда добежать. Потому что там точка сохранения не берется. Вот так вот. Во! Все, теперь ты ее взял. Ага. Оно тут в принципе всегда было. Ну что же, немножко отдохнем, обморожение снимем и продолжим. Так, ну что, немножко погрелись около костра. Погнали дальше. Впереди сталкер пробежал с красным никнеймом. Ну, не знаю. Ну, ладно, не будем его трогать. Я, если честно, его ввольнул бы. На всякий случай. Мало ли. В спину стрельнет. Но, так как нас двое, я думаю, он и не станет. Ну, и не все сталкеры с красным ником действительно ПК. Он, может быть, действительно просто отстреливался. Отстреливался. Конечно, на нем не написано, отстреливался он или стрелял сталкеров. Но, с другой стороны. Ладно, мы бежим. У нас все-таки двое. Был бы один, если бы честно, я бы устрелил. Но его нафиг. Большинство красных это действительно ПК. Ну, какая-то часть небольшая, это действительно те, которые отстреливаются. И становятся красными. Поэтому. Лучше не рисковать, как говорится. Хороший месечко, что не говори. Вот вроде бегаешь мимо, раз артефакт нашел. Раз еще один артефакт нашел. Нормально. А по железке пробежишь. Ну, пробежишь ты по железке. Ну, и что? Там, конечно, тоже есть аномалии, но там больше сталкеров бегает. Поэтому шанс найти там артефакт намного меньше, чем здесь. Здесь, конечно, сталкеры тоже носятся. Но здесь их поменьше все-таки. Вот видите, это второе аномальное поле. А теперь зайдем на третье аномальное поле. Сюда вот. Сюда я всегда захожу. А здесь всегда можно найти какой-нибудь артефакт. Если повезет, то стабик. А если не повезет, то марево. А если повезет сильно, то и не один стабик. Поэтому пробежаться стоит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В общем, или за ученых, или за ведуна. Ну, то есть за людей или за ведуна. Я так думаю... За людей надо. Потому что если за людей, наверное, к Тавру нужно будет идти. А если за ведуна, идти к ведуну нужно. Получается так. То есть, спасать ведуна или тавру. Помогать. Если честно, за ведуна как-то неохота, потому что к нему далеко идти. А за тавра, к тавру близко идти. С восточного Респраса и все. И ты уже, можно сказать, рядом с ним. Поэтому еще и награда больше, как Скорпион говорит. Если за людей, ну то есть за тавру, тавру помочь. Поэтому будем за тавра. Так, к Живодерову нужно подойти и взять какое-то там средство. Средство для подавления. Для подавления, так, давайте остановимся. Для подавления способностей ведунов. Вот. Где у нас дружок Живодеров? Давайте к нему подойдем. О, людей много, Скорпион пишет. Ну, тут, в принципе, нормально в это время. Так. Ты ведуна заказывал. Ну, в общем, или... А, ладно, берем средство для усмирения ведунов. Пофигу. Так, ведун тебе нужен или нет? Ладно, ладно, что поделать. Вот, возьми эту инъекцию. Она усмирит ведуна надолго. Закончить диалог. Да, выбрал уже. Ну, вот я немножко был неправ. В общем, что ключ, что это средство, все равно идти к ведуну. То есть, или открывать клетку, выпускать ведуна. Или средство брать, которое усмирит ведуна. То есть, в любом случае, к клетке идти надо, а не к тавру. Да, я немножко... Тогда бы я лучше, конечно, от ведуна бы. Ведуну бы помог бы. Ну, ладно. Да, давайте посмотрим. Инъектор. Ага, получил. Получил я инъектор. Супер. Сделать ведуну на караване инъекцию для подавления его способности. Да. Теперь мы идем к ведуну в клетке. Но, наверное, это будет уже в следующей ходке. А на этом все, сталкеры. Всем до встречи. Увидимся в зоне. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok